Привет, друзья, я Григорий Герман. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о героях. О тех, на ком держатся идеологии, чьи портреты висят на стенах в школах или чьи статуи, бюсты, украшают улицы городов и присутственные места. О тех, на чьих историях учат детей, определяя для целых поколений систему координат, подсказывая ответ на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. Вообще, когда мы говорим о национальных героях, в принципе, довольно сложно говорить о каких-то однозначных оценках. Ну, если выйти за позолоченные рамы, в которых висят их портреты. Потому что чуть ковырни ногтиком по золоту, и на поверхность начнет вылезать человек со всеми своими подвигами и со всеми своими грехами. И, как и в случае с плохими и хорошими мальчиками, у Маяковского необходимо оценивать весь комплекс и взвешивать их на ювелирных весах вместе с результатом их деятельности. Там, дегитарианец, любитель книг, лидер страны, пять лет переписывавшийся с простой еврейской девочкой. Адольф Гитлер. Это он. Или постоянно слегка нетрезвый, курильщик, менявший свою политическую позицию, грубый острослов. Это Черчилль. Как у Маяковского. Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо. А если этот мальчик выходит чистеньким из дому и начинает мучить кошку, широко улыбаясь своими прекрасно вычищенными зубами. Понимаете, о чем я говорю? И вот со всем этим осознанием давайте поговорим сегодня о том, кого превозносят как героев России. Кто сейчас в России висит портретами в чиновничьих кабинетах. Кого зовут в школы, рассказать школьникам, что почем, причем дословно. И о том, как это отразится в будущем. Такие философские размышления о том, куда ведут Россию ее нынешние герои. В разговоре с Дмитрием Гудковым. Оставайтесь, будет интересно. Когда-то мы где-то полтора или два года назад с твоим прекраснейшим отцом обсуждали о том, что в России на самом деле есть группа уголовников, которые взяли население в заложники для того, чтобы продолжать грабить страну. Согласен ли ты с этим? И вот мы тогда обсуждали чисто стилистические особенности всего этого. Вот это вот бабушка-дедушка, попа-резиновая попа. От Лаврова не управляет и так далее. Но вот сейчас мы понимаем, что дело не только в стилистике, но и дело в том, что на самом деле делает власть России с россиянами. Ну, конечно. Только она не только с россиянами делает, с украинцами. Ну, в принципе, со всем миром, потому что создают проблемы для всего мира. Да. Ну, это самая настоящая мафия такая, гопническая мафия из питерской подворотни. Люди, которые, в общем-то, дожили до военных преступлений. Они, конечно, захватили власть. У них и стилистика соответствующая, поведение и действия. Это все напоминает как раз ровно мальфиозную группировку. Путин главный пахан, да, и вот все его, так сказать, соучастники его бандитского вот этого кооператива Мойзера. Слушай, ну вот на самом же деле, это же, если опять вернуться к моему любимому, к эстетике, да, вот они же даже, насколько я понимаю, во времена путинского правления, вот вся вот эта вот паханско-бандитская и так далее эстетика, она же получила какой-то особенный флёр, да, она получила кинематографический флёр, она получила кинематографическое признание, распространение и так далее и тому подобное. Вот Ауи, когда-то сериал там, все сериалы в большом количестве, да, «Бандитские петербурги» и прочее, вот сейчас вот этот вот новый, да, там, слово «пацана». Это же все на самом деле одни и те же ноги. Ну, с какой-то стороны, да, потому что, ну, слово «пацана» — это как раз про те подворотни, которые были в Казани, но какая разница, Казань, Питер. Вот, это такая ностальгия, вот, романтизация. Безусловно, да, кинематограф оказал определенное содействие. Но, в принципе, не страшно, когда такое присутствует в кинематографе. Да. Есть же и кино про итальянскую мафию, но это же не значит, что режим живет по законам итальянской мафии. Здесь просто, с одной стороны, есть такая культурная составляющая, да, вот, а с другой стороны, так сказать, власть является представителем той самой культуры, которая воспевается в кинематографе. Но, опять-таки, подчеркиваю, у меня нет претензий к кинематографам, потому что слово «пацана» в принципе фильм сильный, я его посмотрел. Я вспоминаю, на самом деле, и свое детство. Это все происходило, когда я там в школу пошел. Я помню, правда, не в Казани это было, а в Москве, когда там ходили стенка на стенку драться, и нас предупреждали, там, после пяти, там, в темное время суток не выходить куда-то там. Я помню, как с меня пытались снять куртку, я успел убежать. То есть я это все прекрасно вспоминаю, но подчеркиваю, да, если бы была нормальная власть, ну, это был бы просто один из фильмов. Но это никак бы не реализовывалось в виде государственной политики. А здесь сочетание такое. Понимаешь, тут вот такая вот, что-то каждый из нас проходил в жизни, что-то подобное, что-то эдакое. Но никому из нас, ни тебе, ни мне в голову не приходило героизировать подобные моменты из нашей жизни и превращать их в какое-то совершенно прекрасное приключение, знаешь, как некое путешествие, о котором можно потом прекрасно рассказывать. И более того, есть еще один момент. Никто из нас в жизни не видел примера, что вот, а на самом деле вот этот вот путь на вершину российской власти, путь бесконечного богатства, он вот начинается вот с такой вот подворотни, он начинается из вот таких вот этих, да, как пример того, что, пацан, ты в подворотне, да вот смотри, у нас президент оттуда же. Если продолжать вот эту вот тему с преступной абсолютно властью в России, причем это мафиозно-преступной, главной целью любой мафиозной организации является получение прибыли. Да, получение прибыли теми или иными способами. Одним из главных, окей, одна из главных целей. А получается, что в России точно так же есть институты управления, есть институты подавления, есть институты направления экономических потоков в сторону верхушки, собственно говоря, да, Пахана, и его консильерия, так, если красиво говорить. Но получается, что в таком случае государства так как особо нет, потому что государство имеет несколько иные цели, нежели обогащения верхушки. Да нет, государство как раз и есть. Да, и государство обогащает свою собственную верхушку. Вот, и еще государство тратит деньги на войну, да, Причем, когда оно тратит деньги на войну, оно так же обогащает себя, потому что колоссальные бабки распиливаются. И просто если раньше деньги делались на нефти, теперь они еще делаются на танках, снарядах, ракетах и так далее. Это все равно про бабки. Просто здесь надо, понимаете, мы же по немножко философскую сторону у нас направленность нашего разговора. Есть определенные законы капитала. Они на самом деле везде одинаковые. Любой человек, который зарабатывает деньги, он ищет максимально простые и быстрые способы зарабатывания денег. Если ты живешь в среде, где самый простой способ зарабатывания денег это пойти кого-нибудь ограбить или получить взятку, или заплатить взятку и добиться контракта, значит, вот закон движения капитала, он тебе предлагает такие схемы. Значит, в цивилизованном обществе, если ты хочешь заработать деньги, ты должен вложить, допустим, ты производитель автомобиля, ты должен вложить определенный процент, большой процент в науку, чтобы у тебя, грубо говоря, каждый год металл был на 5% легче, на 5% надежнее, на 5% дешевле. Тогда ты зарабатываешь деньги, потому что вот такие правила рынка. Если ты не вкладываешь деньги в науку, то через год-два у тебя перестают покупать, потому что ты проигрываешь конкурент. Если у тебя среда, где, грубо говоря, конкуренция заключается в том, кто первый добежит до чиновника с огрядкой, значит, все будут соревноваться в этом забеге с деньгами. Если у тебя другая матрица, ты живешь в другой матрице, и тебе надо быстрее в науку вкладывать, ты гоняешься за стартапами, а не за чиновниками. Ты ищешь, где у кого какие клевые технологии, вкладываешь сюда, сюда, сюда по определенной программе. Вот. Просто, к сожалению, конец 80-х, начало 90-х, это время, где была очень плохая матрица. Эта матрица плохая, она в этом сериале, кстати, слово пацана показано. И я, как нормальный человек, дело выводится, не дай бог, возродить такую матрицу. Хотя она возрождается. Надо делать все для того, чтобы люди ввели в другой матрице. Где бы гоняли за стартапами, где бы зарабатывали деньги. За счет связи с чиновниками, а иначе. Поэтому фильм фильмом, а среда средой. Вот и все. Ну, слушай, среда, о которой ты говоришь, это та среда, которая выстраивается сейчас. Мне кажется, что сейчас за чиновниками бегают даже больше, чем бегали до 22-го года. Да, конечно. Я думаю, что сейчас даже бегают больше, чем в советские времена. Даже больше, чем в ельцинские времена, мне кажется, да? То есть, вот сейчас максимально за чиновниками. Конечно, конечно. Слушай, ну вот хорошо, любому, даже такому обществу, нужны герои. Да? Нужны герои, портреты которых будут вести в школах, о которых будут говорить, на которых будут равняться. Ну вот сейчас там герои России, это там Кадлиров, которого носят всюду, со всеми почестями. Да, это сам Путин, да, был пригожим героем России. Кого бы ты еще поставил вот в ряд этих новых псевдороссийских героев, которые на самом деле являются преступниками и террористами? Здесь же вопрос в другом. Помнишь наше детство? Какие там у нас портреты висели в школе? Слушай, ну если копнуть, тоже такое себе, да? Там Валя Котик. Ну не важно, ну там Ленин, там, когда-то Сталин, когда-то еще кто-то. Ну и на них на всех было. Вообще было абсолютно. Ну висели они, ну конечно, они висели, как эти, ну какие-то обязательные номенклатурные атрибуты. Да, вот. То же самое и с этими нынешними. А реально так спросить, кто кого уважает, уважает Илона Маска. Почему? Тесла, айфон. Слушай, ну подожди, ну Пригожина уважали очень сильно. Ну ты что, дети там ходили, абсолютно искренне с игрочками, Вагнер и прочее, прочее, прочее. Тоже, ну мы не можем сказать, что российская общественность сегодня... Нет, ну в моменте, когда твою морду показывают 24 часа в сутки, она самая популярная. Это не я сказал, а Мердок, да, по-моему, сказал. Да. Если одну задницу показывают 24 часа в сутки, она будет самая популярная. Ну вот, замочили Пригожина, и больше никто с чемоданчиками не ходит. Нет его, его не обсуждают. Какой это герой? Вымышленный герой, про который все забыли, нет, так не бывает такого. А там у Илона Маскель, там Юрия Гагарина, да, помню, что это до сих пор. То есть это же вопрос отношений к этим героям. Нет, это не герои, это просто номенклатурные эти портреты. Да, вот как это, кто же поспутил-то, что в России нужно памятник ставить с откручивающимися... Головами, да. Головами, да. Да. Это вот такие герои, которым ты сначала откручиваешь голову, ставишь другую, вот они меняются. А если мы говорим про героев, к кому как героям относятся, это все-таки немножко другое. Ну, хорошо, а к кому относятся как герою современной России? Кто это? Вот на самом деле я даже назвал. Илон Маск, к нему многие относятся как герои. Там Павел Дуров, условно говоря, к нему относятся как герои. Ну, по крайней мере, люди, которые что-то создали, сделали сами себя. Ну, наверное, к каким-то спортсменам, к каким-то актерам относятся как героям, безусловно. Ну, это люди с каким-то публичным капиталом. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, вот помнишь, в наше с тобой детство, да, нам приводили время от времени на 9 мая ветеранов, которые нам рассказывали, как они немцы в танке и так далее и тому подобное. То, что происходит сейчас, когда героев СВО, да, всех этих бывших зэков, ваннеровцев и так далее, приводят на эти уроки, не помню, как они называются, мужество, мастерства в российских школах. К ним отношение у школьников такое же, как у нас было, да, ну, типа, ну, окей, хорошо, говори мне голос твой приятель. Нет, не такое. Потому что в обществе у нас такой страх, что люди вообще на эту тему боятся говорить. В нашем детстве это не так было. Во-первых, в нашем детстве был такой культ победы, потому что война затронула каждую семью. Да. То есть в каждой семье. То есть мы это говорили внутри семьи. А уже потом мы ходили поздравлять героев Великой Отечественной войны, да, это, как бы, война, где мы защищали свою родину. Да, причем защищали, погибали. Это не то, как нынешнее за бабло едут убивать. На самом деле, когда они возвращаются, они нахер, кому не нужны. Да. По большому счету. Это государство их пытается героизировать, но в обществе особо не получают. И на самом деле, обрати внимание про эту голую вечеринку. Да, все пишут. Вот, это возмутились ветераны там войны, СВО и прочее, прочее. Ветераны там, участники СВО. Но, объективно, никто не возмутился. Возмутился официоз. Возмутились начальники. Начальники. На самом деле, начальникам важно сейчас создать скандал, на кого-то свалить, сдать кого-то в качестве, так сказать, козлов отпущения. То есть, это все, что идет сейчас против Ивлеева и всех остальных за какую-то там, блин, вечеринку, которая, ну, ну, вечеринки-вечеринки, подумаешь. Просто это не очень, наверное, правильно, когда у тебя страна убивает украинцев, а ты тут вечеринки устраиваешь. Это, ну, опять-таки, подчеркиваю, с точки зрения, наверное, какой-то там этики, это нехорошо. Но при этом, мне бы никогда не возникла мысль, кого-то наказывать. Ну, хочешь ты полуголой ходить? Ну, ходи. Твоё право на личную жизнь. Делай всё, что хочешь. А раз они начали такую атаку на них, причём я же вижу, что не возмущаются реально там, не отписываются от них в Инстаграмах, нет никакого возмущения среди реальных граждан, нет никаких там демонстраций обиженных там, жён военнослужащих там, да, мобилизованных, которые там против Ивлеева. Нет! Это всё срежиссировано, это всё идёт исключительно от этих самых начальников. рвётся откуда-то на это. их поведение никого не оскорбило. Значит, все нахер. Ну, как бы, нет никакого культа героя своего. Нет, вот. Это всё вот как портреты с откручивающимися головами, которые у нас там висели где-то. они всё. Так же к ним относятся. Ну, номенклатурные герои. Вот сегодня начальник решил вот это вот. Ну, завтра начальник сменится, другие будут герои. Но это не наши герои, это не герои народные, это герои начальственные. Откровенно рвётся во всей этой ситуации с голой вечеринкой исключительно Рудольфович. Да, вот Соловьёв, он рвётся на фашистские знания. И причём именно с этой риторикой, да, о том, что как вот эти вот все голожицы могут нам быть героями нашего времени, они на нас плюют, в то время, как настоящие герои, раненые мальчики с СВО, вот они там, типа, возмущены и так далее и тому подобное. Вот это как раз то, о чём ты говоришь. А он рвёт, а он рвёт ещё потому, что как раз от него отписываются, а на них подписываются. Он же не может простить. Он же ведь как же так, он же великий, он должен быть самый популярный, а популярна Ивлеева. Вот, он не может это простить, поэтому с удовольствием вместе с властью их мочит. Он думает, что он сейчас их всех замочит и вся их аудитория перебежит к нему. Да вот х** два. Никуда не перебежит и не перебегает. Вот в чём дело. Хорошо. Потому что, извиняюсь там, полуголый Ивлеева намного симпатичнее даже голого Соловьёва. Я даже одетого Соловьёва. Я уже не говорю про голову. Никуда она не перебежит, аудитория. Хорошо. Если мы вернёмся в школы, уроки мужества или там уроки о главном, разговоры о главном, насколько они влияют сейчас, вот это откровенное вдалбливание пропаганды в головы, насколько оно влияет сейчас на современную российскую молодёжь, на детей? С чем мы будем иметь дело через 15-20 лет? Ну, это как вот разница между сериалом «Слово пацана» и фильм про Крым, который сделал этот самый, господи, муж... Язаян. Как он назывался-то? Язаян. Да? Слово пацана – это настоящее что-то. Это даже раскручивать не нужно. Оно всех цепляет. А этот про Крым никого не цепляет. То же самое, да, Великая Отечественная война цепляла, потому что это настоящее, а это всё искусственное, бутафорское. Оно не цепляет. Это то же самое, как, я не знаю, торжественно клянусь и обещаю, служить делу великого величия, делу Ленина там. Ну и что, служу я делу Ленина? Относился ли я к этому серьёзно? Нет, я носил галстук, но совсем немного. Когда комсомолом я уже комсомольцем не был, страна развалилась. Вот. Я даже очень хорошо помню, я переехал в Москву в 88-м году. Я учился в 3-м классе. Значит, в Москве в 3-м классе принимали в Пионера, а в Коломне, откуда я приехал, ну уже как бы принимали позже. Ну или на полгода позже, я сейчас не помню. Я помню, что я приехал, надел галстук, пошёл своим одноклассникам, показателям, что типа, мол, я взрослее, я уже с галстуком, а вы ещё нет. Ну как бы, а что там за галстук, какое дело Ленина? Да плевать просто, в общем, на это. Вот то же самое не сейчас происходит. Ну приходит какой-нибудь герой в ССО, ну что он там скажет? Он там с кем-то воевал, а что ты воевал там? А на нас вроде никто не нападает, а ты там воевал. Ну то есть вопросов сразу много. Их не зададут, но они у всех в голове всё равно есть. Эти разговоры стараются просто не вести ровно, потому что небезопасно, за это могут посадить. А если за это могут посадить, значит это уже не может быть каким-то искренним. Это навязано властью, власть, которую в принципе народ не очень-то любит. Он всегда разделяет. Вот если эти, типа там, жулики, воры и так далее, вот они там сами по себе и мы сами по себе. Вот то, что в России произошло, что с одной стороны плохо, потому что режим творит преступления, как бы от имени граждан, но граждане так не считают. Подчеркиваю, это я сейчас не про себя говорю, не про тех, кто всё понимает, а я говорю, как вот в массовом сознании это настроено. То есть, это они всё решили без нас. Это вот эти решили. Мы ничего не решали, у нас никто не спрашивает. Все прекрасно понимают, как устроено. Они будут говорить всё, что угодно, но люди понимают. То такие вещи решаются без нас. А если они решаются без нас, то это и ваша ответственность. Почему как бы вот в Украине и на Западе многие считают, что Путин равно России и весь народ? Потому что в западных демократических странах есть ответственность, есть выборы, люди могут прийти поменять, митинги организовать. Здесь ты ничего не можешь. А раз ты ничего не можешь, тебе запретили митинговать, тебе запретили участвовать в выборах, тебе запретили влиять как-то на политическое решение. И всё. И как бы формируется психология, когда ты не несёшь никакой ответственности. Ты их должен пережить. Как в советские времена. Мы пережили этот умрёт, помер тот, умрёт и этот. Мы должны всех пережить. Это как бы философия жизни в условиях диктатуры. Она не только в России. Я думаю, во всех диктатурах. Служда. Поэтому, когда власть что-то там навязывает, они понимают, окей, вот этот типа герой, которого я должен уважать. Окей, я сделал вид, уважаю. Но в принципе мне на этого героя насрать. Если он там погибнет, если там с ним что-то произойдёт. Ну, чёрт с ним. И поэтому, когда эти все так называемые герои своего, они же поехали за бабло, им же денег платят много. Люди их ещё ненавидят, кстати. Вот что формируется. потому что эти гады вернулись с баблом, купили себе всего, а мой испугался и не пошёл воевать. И они теперь живут лучше нас, а мы живём, как бы, формируется ещё и такое. Люди же, как бы, ты же не любишь соседа, как в том анекдоте. Смотри, я тебе всё, что хочешь, сделаю, только у соседа будет в два раза больше. Да. Ну, что надо сделать? Они говорят, ну, выколи мне глаз, да? Вот. Смотри, но при этом в нормальном обществе такой ситуации люди не пойдут убивать в чужую страну, если они, а, идеологически не накачаны, или, если у них есть какие-то нормальные заложенные в жизни ориентиры. Почему этого не происходит в России? Ну, так, на самом деле, большинство никуда и не идёт. Идут какие-то единицы, это там, погрешность статистическая. Что такое полмиллиона на 140 миллионов? Это десятые доли процента, кто идёт, идут за что? За бабки. Они же идут не идеологически накачаны, они идут, потому что им предлагают миллион сразу, там, в Москве сейчас, да, и по 200 тысяч в месяц. Им такие деньги не снились. Вот они живут, ну, грубо говоря, они живут в ужасных условиях где-нибудь, там, in the middle of nowhere, да, как говорится, там, у них, у них, там, клуб на деревню, где, там, раз в неделю проходят пьяные какие-то, там, дискотеки, у них, да, у них работа на каком-нибудь, там, убитом предприятии, где платят 20 тысяч рублей, у них нету никакой жизни, кроме как выпить, да, никакого развлечения, вот, и вдруг им говорят, слушай, да вот, мы тебя сделаем героем, иди воевать, мы тебе даем сразу 200 тысяч, вот, он сидит и думает, ну, говорит, либо я здесь сдохну от пьянства, либо я, у меня есть шанс, а вдруг я вернусь, и я потом семью куда-нибудь перевезу, там, хотя бы в город, и вот только такие, ну, в основном, да, только такие люди и идут, которым просто в жизни терять нечего, это люди доведенные, там, до отчаяния, люди, нет, и, конечно, их еще и накачивают, типа, вот у вас будет, там, вступление туда, ваша там жена получит такие-то льготы, ваш ребенок пойдет. Ну, это все финансы, это все деньгар. Да, это же, я говорю, это мобилизация на коммерческой основе ведется, а все остальные, да, туда не идут, все бегают от этой мобилизации, кто-то, кто поумнее, там, и с возможностями уехал, кто поумнее, живет не по адресу, там, да, вот, нет никакой массовой, есть тоже проблема. Смотри, какая интересная штука получается, да, получается, что основная идея, основной герой нынешней России, это бабло, да, вот, вот, верхушка смогла вырваться из-под воротин, получила бабло, вот, 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 прекрасный пример. Я иду воевать не потому, что я искренне верю там во что-то, да, а потому, что мне нужно бабло, поэтому, поэтому я, поэтому я иду воевать. А я не иду воевать, потому, что мне бабло не так нужно, да, то есть не потому, что я там условно говоря, да, блин, я верю, я понимаю, что не должна моя страна нападать друг на друга, да, ну, там, условно говоря, вопрос только в сумме. Часто. Ну да. Бабло побеждает даже зло. Не добро зло, а бабло побеждает... То есть бабло побеждает в России сейчас все. И бабло это главный герой, на которого борются все. От старого до малого. Да, то есть по большому счету нужно вешать фотографии не Путина и пионеров-героев, как у нас в коридорах, а фотографии купюр денежных. Коридор российских школ. Да. Это именно таким образом. Слушай, ну и хорошо, а как со всем этим... Как со всем этим нам быть через 20 лет вот с таким вот обществом? Вам, которые вернутся и начнут строить послепутинскую Россию. И нам, которые будут жить рядом. Но это же такое общество, мягко говоря, такси. Да я здесь на самом деле гораздо в большей степени оптимист, чем многие остальные. Многие другие. Потому что, во-первых, бабло побеждает зло исключительно в очень маленькой группе населения. Это там меньше одного процента. Там побеждает. А в других группах оно не побеждает. Люди даже за деньги никуда не идут. Уезжают. Во-вторых, когда изменится ситуация к власти, если подчеркиваю, придут нормальные люди, то сменится матрица. А любые перемены это дело самых главных пассионарий. 2-3 процента. Знаешь, мне кажется, что для того, чтобы это, в конце концов, случилось, очень важно, чтобы инициаторами этого всего стали пассионарии, но принимали участие в этом не только пассионарии. Потому что ты ценишь только то, за что ты заплатил. Ты же это знаешь и понимаешь прекрасно. А в твоей... Пока что вот так получается, что российский народ, вот он как просто глубинный, большой. Вот он там ничего не хотел, он атомизирован, он никуда не движется, он... А тут, хопа, пришли пассионарии, поменяли ему, он такой, ну, окей, ладно, все хорошо, мы теперь поменялись. Ну, то же самое было и в Германии, и в Испании, и в Италии, и в Японии, и в Южной Корее. Это нормальная тема, да? Вообще, Европейский Союз в целом, это такой прекрасный правовой институт, который очень хорошо подлечил, так сказать, пост все эти имперские синдромы. Поэтому, если сегодня все сказали, что герой Стрелков-Гиркин и Пригожин, ну, как бы, а там, тех, кого ты думал назвать героем, посадили, а тех, кто им помогал, тоже посадили, а штрафовали, ну, ты будешь говорить Пригожин, Пригожин, но как только ты меняешь шмакрыцу, у тебя все по-другому работает. Не сразу, конечно, будут перемены, но это все равно не то, чтобы прям очень долго. Вообще, в принципе, через то, что проходит Россия сейчас, проходили очень многие цивилизованные европейские страны. Да. Просто кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. То есть мы идем все равно в одном направлении, просто кто-то может прямо идти, а кто-то может вилять, возвращаться назад, ходить по кругу. Вот. И не факт, что как бы Россия в этих границах дойдет до той точки. что она может в несколько ручейков превратиться в несколько стран и разными группами туда добираться. Но, грубо говоря, в Советский Союз тоже не пошел к демократии, а сначала дошли балтийские страны, потом другие страны, вот сейчас там Украина, Грузия туда идут, потом, может быть, Беларусь и так далее. Это вот такое поэтапное движение. Поэтому это вопрос, подчеркиваю, не в людях. Об этом все ученые уже давно написали. Вопрос вот этой, ну, я ее называю матрицей, можно назвать как условия, как угодно. Если ты живешь в минус 30, ну, тебе надо по-любому строить так дома, чтобы они не разваливались, носить теплую одежду. Если ты живешь где-нибудь там на экваторе, тебе не надо складываться там в большие стены, не нужно делать постоянный ремонт твоего дома, который там... Ну, все. Ну, и условия надо создать. Ну, то есть, смотрите, версия Гудкова, все, что мы видим, вся героизация СВО, поклонение героям террористической войны, вот все эти массовые персональные ритуальные затования, это все пропаганда и не более. И атомизация, и деградация российского общества, как силы, способные на что-то влиять, играет в обе стороны. Россияне не идут массово сносить власть, но и не идут массово под путинскими знаменами, окрыленные идеями пан-рашизма, воевать с украбандеровцами. Правда, и оставшихся хватает для местных штурмов и путинских авантюр, но эта тема, на самом деле, отдельного разговора. И, возможно, так и будет, когда путинская комарилья пойдет ко дну, иногда в прямом смысле, ко дну Москва-реки, то то же самое атомизированное российское общество по дороге, лишившись нескольких регионов, где национальное самосознание сильнее, чем среди, собственно, русских, с таким же жвачным безразличием примет некие новые идеи и новых героев. В этой теории для меня есть только один вопрос. Общество, которому идеалы, паттерны и героев спускают сверху, их обычно не ценит и готово сменить на противоположное в первый же момент. Общество, которое не палило дерево свободы кровью патриотов, это дерево готово в любой момент превратить в дрова, чтобы построить себе новую казарму или барак. Главное, чтобы кормили. До встречи, друзья. Вьетнам есть о чем поговорить.